Раньше водоканал принимал на практику только студентов из Улан-Удэ. Теперь география поиска молодых специалистов значительно шире. Исполняющий обязанности директора водоканала Дмитрий Скакалин на встрече с руководством политехнического техникума заверил, что предприятие взяло курс на то, чтобы внедрять в производственный процесс молодых специалистов. Так, первыми ласточками, увидевшими рабочий процесс водоканала, стали студенты-технари из Кабанского района. Одно дело теория, а абсолютно другое дело, когда ребята видят своими глазами. Мы, конечно, по нынешним технологиям показываем и фильмы, и ролики учебные, но когда они видят всё наяву, а ещё если возможность есть увидеть и посмотреть, то очень хорошо для всех абсолютно студентов. Водоканал сегодня нацелен на привлечение молодых и перспективных кадров. Здесь нужны электрослесари, электромонтёры, слесари по обслуживанию и ремонту оборудования сетей водоотведения и не только. Выпускники СУЗов имеют шанс трудоустроиться на предприятии, получать стабильную заработную плату. Социальные гарантии также у нас все присутствуют на предприятии. Ну и также на предприятии активно формируется кадровый резерв. То есть это уже перспектива для, так скажем, активных ребят. Очень нужны молодые специалисты. Работа предстоит огромная по модернизации оборудования. Будем устанавливать современные оборудования, поэтому нужны молодые мозги, молодые кадры. Очень нуждаемся, город очень нуждается в молодых специалистов. Большинство из этих ребят в будущем Водоканал готов предоставить официальное трудоустройство, и это не может не радовать молодых. Сегодняшняя экскурсия была полезна тем, что познал новое что-нибудь для себя, какие-то открытия сделал. Оборудование вам показали? Да, оборудование. В будущем кем все-таки думаешь работать? Соливармия поющая. Ну я считаю, что лучше работать по профессии все же. По словам руководства Водоканала, сейчас активно прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования из собственных средств предприятия для выплаты подъемных будущим специалистам, и даже выплат компенсаций на жилье при трудоустройстве. Мария Латышева, Жаргал Цевиндашиев, Новости дня. Продолжение следует...